«Крусейдер» выкатывает новый кораблик. Прежде всего, с «Крусейдером» вообще мутная какая-то история. Компания «Крусейдер» у нас для правительства поставляет военные движки. Также она производит транспорт для семей с низким и средним достатком. Это что следует из ее описания. Однако я не могу сказать, что такие корабли, как А2, С2, М2, они вообще как-то относятся к малому и среднему доходу. Все-таки А2 это 700 баксов оценивается. Ну, проект надо финансировать. Клепаем кораблики как можем. Далее относительно «Крусейдера» по-хорошему надо было бы пропустить, но ладно, скажу. Два корабля у нас есть, «Инферно» и «Ион». «Крусейдер», «Арес» и «Ион» имеют пушку, специализированную для снятия щитов. Это специализированная пушка, которую нельзя снять с корабля. То есть, она вот там прибита гвоздями. Также у «Иона» чуть больше щитов. Три штучки. «Инферно» в этом случае является противоположностью. Его пушка бьет хорошо по корпусу. Я так понимаю, по щитам результат будет нулевой. Пушку также нельзя снимать. Она является уникальной. Щитов у него меньше. Я так понимаю, он танкует армором. То есть, два корабля, казалось бы, одинаковых, идентичных, но юридически от два разных концепта. Сам корабль является не лётом. Ещё много параметров ТБЦ, ТБД. ТБА. Ну, в общем, всё в разработке. Поэтому говорить о каких-то характеристиках в данный момент смысла нет никакого. На что бы я обратил бы внимание. Вот буквально недавно говорил о модульности. Изначально очень многие корабли, такие как, например, «Рита», она продавалась с модулями. Там можно было купить модуль для переднего отсека и для заднего. Точно уже не вспомню, какие там модули. Там, по-моему, были для пехоты, для грузов. То есть, вот эту «Риту» можно было переделать. И «Риталятор Бейс» – это вот как раз пустой корпус фактически от бомбер. И вы могли купить модули и сами сделать тот бомбер, который вы хотите. Может быть, это даже был бы и не бомбер, а что-то другое. То же самое касается и «Катерпиллера». Огромное количество модулей были представлены как концепты, но продавать их уже не стали на тот момент. Есть некие отсеки. Скажем, ракетный отсек, отсек для перевоза пехоты. Я эти все модули не вспомню. Там уже их столько было нарисовано. Но на данный момент относительно модулей мне сказать особо-то и нечего. Будут они или не будут – так же это все дело под вопросом. Однако я вот хочу обратить внимание на те вещи, что изначально Cloud Imperium Games как-то более лояльно к этому относился. То есть, он продавал кораблик, и к нему еще можно было там в довесах купить модули. И многие, кстати говоря, так и делали. И вообще по концептам Vanguard – это корпус. И к нему можно было подцеплять там… Грубо говоря, из обычного Vanguard можно было сделать Sentinel. Ну, к нему просто вот покупаете кит. Это, грубо говоря, я не знаю, коробки какие-то. В этих коробках есть турелька, электроника, еще какие-то вещи. То есть, те вещи, которые вот отличает обычный Vanguard от Sentinel. И мы могли в ангаре это все дело переделать. Если надо, там вернуть обратно. По крайней мере, лор был такой. Но ситуация с модулями, так же, как и с ангарами, потихонечку начала заминаться по каким-то причинам. Это потом, это мы сделаем. Я еще помню, это вот начиналось в 2014-2015 годах. И Cloud Imperium Games говорил про Итемы 2.0. Вот Итемы 2.0 сейчас доделаем. У нас все модули будут, посадки нормальные. От Constellation можно будет P52 отсоединять. Он может быть пристыковываться. Вот вопрос Итемы 2.0. Кто древний бейкер, я думаю, еще помнит эту историю. Потому что про эти Итемы 2.0, как сейчас про сервер-мешинг в каждом АТВ терли. Резкий же стоп относительно модульности начал на выходе Гоплита. Венгвард Гоплит – это был фактически стоп модульной системы. Потому что Гоплит не подчинялся системе модульности. Аля у него корпус такой более тяжелый, и на него нельзя было повесить модули. И также у него очень сильно урезанный бак. Естественно, за эту тему начался хайп, и Cloud Imperium Games, чтобы не подливать масло в огонь, даже не стала публиковать QA на Гоплита. То есть, QA на Гоплита не существует. Можете на любой другой корабль найти, на Гоплита нет. Потому что он не поддерживает модульность, а модульность для Cloud Imperium Games вообще больная тема. Они даже о ней говорить не хотят. Поэтому вот спустили на тормозах, QA нету на Гоплита. И вообще вся эта модульность на данный момент под большим вопросом. Из Inferno сделать Ион нельзя. Из Иона Инферно также нельзя. Это два разных корабля. Но если так дело дальше пойдет, то я уже не знаю. Корабль с патронами – это один корабль. Корабль без патрона – это совсем другой концепт. Патроны закончились, иди новый покупай. Что-то я не совсем понимаю этот Cloud Imperium Games. Не, ну как, я понимаю, зачем эти сейчас модули продавать, да? Сейчас бы человек купил бы Ион, и купил бы к нему модуль. А так, возможно, купит два. Пади плохо. Твое мнение, какие корабли будут дорожать в перспективе, имеет ли смысл вообще покупать с учетом покупки, аренды за УИКи? Тут я отвечу все просто. Вот Дельта стоит, фактически мертвая в ангаре. С 14-го, по-моему, года или с 15-го, не вспомню. Но стоит давно. Вот такая же Сейбр стоит, с дыркой на щиты. С дыркой на щиты с 17-го года. Стоит, ржавеет. Что с ней делать? У моей знакомой также стоит вандулька. 350 баксов. Вот этот вот кораблик. После версии 3.4, то есть, когда ввели автогимбалы, вандулькам почему-то автогимбалы не ввели. И тут вообще под большим вопросом, будут ли им вводить. Это касается относительно лора этих самых вандулик. Тоже под большим вопросом это все дело. В итоге вот вандулька в ангаре стоит абсолютно мертвая. Еще раз говорю, 350 долларов. Да, многие мне сейчас скажут, ну а что ты хочешь, это альфа, да? Ну пускай там годик, еще два этого нулька постоит. В конце концов, можно просто взять денег и заапгрейдить ее во что-то другое. Вот эти вот заапгрейдить, я напомню, апгрейдить можно только в стоимость выше. Даже в равную стоимость апгрейдить сейчас нельзя. В итоге просыпаемся с Полярисом на аккаунте и думаем, ни хрена себе, как я быстро стал консьержу. В общем, если вот коротко по кораблям, то я могу сказать так, что да, на альфу сейчас можно все что угодно свалить, но некоторые корабли годами валяются в ангарах. И можно, конечно, и хапать, и относить деньги еще, еще, еще. Я, конечно, скажу, что это все дело маркетингом занимается. И даже не то, что маркетинг, а конкретная контора, которая работает на Cloud Imperium Games и недавно купила акции. Вот эта вот контора как раз этим и занимается. И она у себя на сайте даже эти данные предоставила. То, что она после продажи занимается балансом-ребалансом. И работает она так с 2015 года по одной версии, с 2013 по другой. Но ярые фанаты и защитники этого проекта скажут, что ну а что ты хочешь, это альфа, да? Поэтому все кораблики, которые вы покупаете, это все на страх и риск. Они могут быть убитые, они могут не выходить годами. За пример берем Карак. Карак. Концепт 2014 года. Люди его ждали 5 лет. Туда же, кстати говоря, Крусейдерский, как он там называется-то, Генезис Старлайнер. Что это за корабль, когда он будет сделан? Тоже это все дело под вопросом. Концепт 2014 года. Опять же, Старфарер. Да, он был сделан. Вот от него сейчас толк какой? Ну, можно поторговать. Полностью он не реализован. Реклеймер. Такая же картина. Утилизатор. Толку от него, если он ничего утилизировать на данный момент не может. Непонятно. Так что по корабликам здесь есть 3 правила, которые надо четко исполнять. Первое. Это уже вот тысяча третий раз скажу. Не надо апать стартовый пакет. Никогда. Вот смотрите. Крусейдер и он. 220 долларов его официальная цена. Варбонд можно купить 195. То есть разница 25 долларов. Нет. Я же буду стартовый пакет апать. Там же Аврорка у меня стартовая. Ее уже надо куда-то пристроить. 25 долларов просто так просаживается. Дай-ка я ее во что-то апну. Сначала в одно, потом во второе, потом в третье. Купи вот Крусейдер Арис. Варбонд. Отдай 195. То же самое. Нет. Надо обязательно апнуть стартовый пакет. На Крусейдер, естественно, это все дело не остановится. Будут апать дальше. В итоге просыпаемся с Полярисом на аккаунте из стартового пакета и уже консьержи, потому что всякой ерунды напокупали. Неудивительно, почему в игре так много консьержей. Напомню, консьержи это тот человек, который через биллинг пропустил тысячу баксов. Вот это вот консьерж. В общем, запомнили, стартовый пакет не апаем. Если апаете стартовый пакет, это все на вашей совести. Возможно, вы больше разбираетесь с меня, и вы понимаете, что вы делаете. Окей, вопросов никаких. Те люди, которые вот только вошли в этот проект, еще ничего не понимают. Три раза подумайте, прежде чем апнуть стартовый пакет. Это первое. Второе. Как практика показывает, все корабли попадают под нож баланса. Причем этим занимаются непосредственно турбуленты, с которыми Cloud Imperium Games не так давно обменялись акциями. Турбуленты сами у себя на сайте показали, как они это все делали в балансе-требалансе. То есть, они снимают статистику, смотрят, какие характеристики важны людям, и режут. Ну, не режут, они используют слово баланс. От этого смысл не меняется ничуть. Третье правило. А какое третье хотел сказать? А, третье правило, точно. Это к кораблям надо относиться не больше, чем к видеокарте. Вот смотрите, у вас есть видеокарта, вы там купили новую или хотите купить. Вы морально понимаете уже, что даже новая видеокарта, она все равно устаревает. Она либо физически сгорит, либо морально она сгорит. То есть, она у вас останется, но от нее уже будет толк, вот как от козла молока. Как вот от Дельты от моей, либо от Сейвры. Результат будет такой же. То есть, как бы есть кораблик, и в то же самое время он особо-то никому и не уперся. Вот такая же картина и с видеокартой. Вроде бы у вас как бы есть видеокарта, но уже вышли круче, новее, современнее. И старая уже никому не нужна. Вот к корабликам надо относиться точно так же. То есть, не надо там брать в кредит Идрис, в ипотеку оформлять Дживелин. Потому что дальше пойдут балансы капитальных кораблей. Еще, напомню, не выходили основные расовые корабли. Ксианы сильнее Юи. По факту, это по лору так. Они просто достаточно такие ссыковатые и еще не раскатали Юи. По лору они сильнее. Технологичнее. Более вооруженные. Опять же, про их капиталы. Вы представляете, что будут, когда пойдут капиталы продавать расовые? Которые покажут четко, что ваши капиталы – это просто деньги в мусорку. Третье правило. Когда вы заносите деньги на кораблик, вы финансируете проект. Это четко написано в правилах. Именно таких же принципов придерживается Cloud Imperium Games. То есть, никаких гарантий по кораблям они вам не предоставляют юридически. Это картинка. Точка. Поэтому есть лишние бабки? Можете закинуть. Ну так, а пофаниться. Я вот себе, например, Mantis купил на день рождения. Сделал себе подарок. Я прекрасно понимаю, что этот корабль в итоге будет убит. Вопрос времени. Год, два, три, десять. Но он все равно будет убит. Даже если на нем написано пожизненная страховка. Но это вот подарок для себя. Порадовать себя. Так что к кораблям надо более просто относиться. Не надо там, еще раз говорю, брать кредиты, ипотеки. Закладывать все, что у вас есть. Быстрее напокупать этот кораблик. Игра релизницы. ЛТАйку нельзя будет купить. Вопрос, нужен ли вам вообще там этот корабль. В общем, три правила услышали. По Крусейдеру Арису я вам уже все рассказал. Два идентичных корабля, которые на самом деле разные. Пушки снимать нельзя. Вы прикованы к кокпиту. Ходить по кораблю нельзя. Пушки снимать нельзя. Короче, ничего нельзя. Вот такой вот кораблик.